Сегодня в выпуске. Почему никто не может побороть Олега Жоха? Зачем прыгает Ирина Гладкая? Как правильно бороться в связке? Что за секретный прием? Использует в своей борьбе Хаджимурад Залоев. И какие упражнения бесполезны в армрестлинге? Почему Олега Жоха в его категории никто не может побороть? Выскажите, у него огромная лучеплечевая мышца, нереально огромное предплечье и бицепс? Нет, друзья, не поэтому. Просто его соперники не могут взять с Олегом удобный для себя захват. Попробуйте подтянуться на трубе диаметр, который не позволяет вам за нее взяться. Или возьмем пример с расширителем. Ведь поднимая гантель с надетым расширителем, вам потребуется намного больше усилий, чтобы ее поднять, чем если бы гантель была без расширителя. Это то же самое, что поднять трехлитровую банку с водой одной рукой. Если длина пальцев вам не позволяет ее удобно захватить, то какие бы ни были у вас пальцы, вам ее не поднять. На эту тему у нас было видео на канале. Кому интересно, ссылка на него будет в подсказках. Если бы, к примеру, нашелся спортсмен с нереально длинными пальцами уровня подготовки Вадима Ак-1, то я думаю, он вполне бы справился с Олегом. Длина пальцев в армрестлинге дает очень большие преимущества. Удобно взятый захват. Это наполовину победа в схватке. Опытный рукоборец. Уже на стадии взятия захвата спортсменами. Может определить исход поединка. Хотя есть и исключения из правил. Как, например, в этом поединке. На первый взгляд Михаил Рябакон. Тот, что в синей футболке взялся очень высоко. Его отведение смотрит в потолок. А у его соперника захват намного ниже. У Михаила вроде бы неоспоримое преимущество. Но его соперник легко накрывает кисть Михаила. Причем, заметьте, что спортсмен в красной футболке даже не загибает кисть. И не пронирует. Он жестко держит статику всех углов. И уходит в бок по самой короткой траектории движения. Кстати, напишите в комментах, как его зовут. Это очень известный в нашем кругу спортсмен. Если вы проиграли старт. Но все-таки остановили своего оппонента. Можно использовать один из моих излюбленных приемов. Вы должны постараться сделать так. Чтобы вашему сопернику тяжело было глубоко и плотно взять вашу руку. Для этого нужно искусственно увеличить объем вашей кисти. Загибайте кисть и делайте круговое движение от борьбы. Тем самым атакуя кончики пальцев соперника. Так как делает в этом фрагменте Хаджимурад Залоев. Борьба в связке. Это вообще отдельная тема для разговора. При борьбе в связке. Сила пальцев отходит на второй план. Если вы боретесь через верх. Попросите судью опустить ремень как можно ниже. Здесь нужно тянуть не руку соперника. А ремень. И чем ремень ниже. Тем сила тяги к себе выше. Основные мышцы задействованные в этом движении это лучеплечевая мышца. И широчайшие мышцы спины. Конечно нужно и загибать кисть и пронировать. Но эти мышцы в этом движении основные. На связке можно бороться даже с пробитой кистью. Как это блестяще делает Ольга Терпелова. Хотя здесь больше недоработки ее соперницы. Которая в выгодной для себя позиции не смогла включить луч и спину. Но это не умаляет заслуг Ольги. Используя ремень она продавливает вбок. И тянет на себя. Заметьте что плечо Ольги. Располагается строго на одном уровне с ее кистью. Нужна ли кардио тренировка в армрестлинге? На мой взгляд нужна. Ирина Гладкая например постоянно включает такие упражнения в свою подготовку. Не знаю как вы. Но лично я могу бесконечно смотреть на два действия в этой жизни. Как горит огонь. И как прыгает Гладкая. Можно было в принципе ролик на час прыжков только с Ириной записать. И я думаю что все целый час бы смотрели. Кардио тренировки на мой взгляд помогают развить взрывную силу. От взрывной силы зависит старт в армрестлинге. Хоть и бытует мнение что старт натренировать нельзя. Говорят что старт либо есть от природы. Либо его нет. Но я считаю что старт тренировать нужно. Ведь когда мы с вами случайно обжигаемся обо что то. Мы же с огромной скоростью отдергиваем руку от нагретого предмета. Поэтому выпрыгивание. Отжимания с хлопками. Подпрыгивание на турнике. Выкидывание вперед пустого грифа. Все эти упражнения нужно делать. Тяга с поясом на пронацию с верхнего блока. Данный спортсмен делает это упражнение неправильно. Здесь нет нагрузки на пронацию. Положение пояса на руке должно быть другим. Пояс должен раскручивать вашу руку как соперник за столом. Поднимите отведение как можно выше. И на всем протяжении выполнения упражнения не опускайте его. Пояс должен располагаться не на пальцах, а ниже. В этом упражнении вы работаете не только над пронацией. Вы еще и даете нагрузку на отведение. Держа его в статичном положении. Это упражнение можно выполнять как с верхнего, так и с нижнего блока. В зависимости от того какую технику за столом преимущественно вы используете. Бывает так, что в населенном пункте, где вы проживаете нет секции по армрестлингу. Конечно, можно заниматься и дома, имея у себя хотя бы минимальное оборудование. Но заниматься я советую под чутким руководством специалиста. Иначе все ваши труды окажутся напрасными. Если вы для себя точно решили, что хотите заниматься армрестлингом, пишите мне вконтакт. Я составлю индивидуальную программу для вас. Укажу на ошибки в технике борьбы и прослежу за правильным выполнением вами упражнений. Ссылка на онлайн-тренировки с чемпионом мира будет в описании к этому видео. Друзья, это уже четвертый наш выпуск под названием «Как победить любого на руках». У нас есть специальная рубрика на канале на эту тему. В предыдущих видео мы рассматривали многие технические аспекты борьбы на руках. Это и старт, и движение ног, стойка при борьбе, и многое другое. Если вам интересно, то зайдите на канал и посмотрите. А для ленивых, ссылки на предыдущие ролики будут в описании к этому видео. На этом все, друзья. Наш выпуск подошел к концу. Но надолго я с вами не прощаюсь. Ведь у меня для вас еще есть много историй. Пишите свое мнение об увиденном в комментариях. Ставьте лайк, если понравился сюжет. А самое главное, не забудьте сделать репост этого виде. Для меня это важно. Для вас работал чемпион мира по пароармрестлингу Зинатулин Руслан. Вот так. Вот так и было. Было лучше. Вот оно.